Но, вы знаете, победой одной победы Ройзмана в одном взятом городе недостаточно, чтобы сказать, что у нас стали свободные выборы все-таки. На сегодняшний день со всех экранов телевизора нас постоянно призывают голосовать, но поэтому большинство населения есть четкое убеждение, что мнение как раз этого самого населения никого не волнует. Я не возьму сейчас оценивать, насколько честные были выборы в плане взбросов голосов, подтасовок и так далее. Но для всех очевидно, что административный телевизионный ресурс власти и ее кандидатов подавляющий, что социальных работников и чиновников принуждали голосовать за Единую Россию. В сельской местности это на 100% практически было, в городской местности, ну там уже где как. Вот, например, я общаюсь с очень широким кругом лиц, и в принципе государственные службы и ведомства, ну там практически в приказном порядке спускались, как бы директивы за кого голосовать. Понятно, что при этой ситуации бороться и конкурировать с партией власти практически невозможно. То есть могут быть какие-то такие выстрелы, где кто-то вот ценой неимоверных усилий, там 20 лет этот город обрабатывал, как Ройзман, да, и вот он выстрелил. Но там опять же есть сити-менеджер, который, думаю, сейчас на него перевалят все основные трудоработы в городе. Там опять же они создадут те условия, его уже на следующий день в Следственный комитет позвали, поэтому это же ничего не останавливает. Вот был мэр в Ярославле, он тоже много кричал, и последняя переписка с ним была, ну тогда вас скоро посадят, и там через три дня его посадили. То есть тут...